Умер Владислав Титюхин Умер Владислав Титюхин в Совете директоров ВСМПО «Ависма» Его заменит Николай Мельников 1. Коммерсант от 11 апреля 2019 года, 1949 Ушел из жизни один из самых известных российских металлургов, экс-президент и бывший совладелец корпорации ВСМПО «Ависма» Владислав Титюхин. Он работал в отрасли более 60 лет, принимал участие в создании ВСМПО «Ависма» и продолжал участвовать в управлении корпорации после продажи в 2006 году своей доли рассоборона экспорту. Теперь место господина Титюхина в Совете директоров ВСМПО «Ависмы», скорее всего, займет исполнительный директор корпорации Николай Мельников. В возрасте 86 лет скончался экс-президент корпорации ВСМПО «Ависма» Владислав Титюхин. О его смерти сообщил Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр, основателем которого был бизнесмен. После покупки Березниковского титаномагниевого комбината на базе двух предприятий была создана корпорация ВСМПО «Ависма», Владислав Титюхин возглавлял ее с 1999 по 2008 год и вместе с Вячеславом Брештом контролировал около 60% акций. В начале середины 2000-х партнеры успешно прошли через акционерный конфликт с Реновой Виктором Виксельберга, пытавшийся получить контроль над ВСМПО «Ависмы». Но в 2006 году бизнесмены стали одними из первых жертв начавшегося тогда тотального государствления экономики, был поднят вопрос о национализации стратегически значимой ВСМПО «Ависмы», в том числе через вхождение ее в Объединенную авиастроительную корпорацию «ОАК». Стоимость корпорации тогда оценивали в 2,3 миллиарда долларов. Летом 2006 года контроль ВСМПО «Ависмы» получил Рособоронэкспорт. Тогда твердый знак сообщал, что исходя из рыночных котировок, 51% акцию ВСМПО «Ависмы» с учетом премии за контроль стоил 1,1 миллиарда долларов. Участники рынка не сомневались, что на Владислава Тетюхина и Вячеслава Брешта было оказано давление, поэтому, скорее всего, бумаги были проданы ниже рыночной стоимости. Сейчас рыночная капитализация компании на московской бирже составляет 190 миллиардов рублей, около 2,9 миллиарда долларов по нынешнему курсу. Владислав Тетюхин после этого еще два года руководил корпорацией, сохраняя 3,8% ее акций. Этот пакет акций был продан госкорпорацией Растехнологии, сейчас, Растех, в 2012 году. Сумма сделки не называлась, но по рынку акции на тот момент стоили около 2,4 миллиарда рублей. В последние годы Владислав Тетюхин был членом Совета директоров ВСМПО «Ависмы». В марте 2019 года он был включен в список 8 кандидатов по выборам в Совет директоров. В состав Совета директоров входит 7 человек, твердый знак. Вероятной заменой господина Тетюхина в Совете станет первый заместитель генерального директора, исполнительный директор ВСМПО Николай Мельников, также включенный в список кандидатур. Соболезнования по поводу смерти Владислава Тетюхина выразили коллектив лечебного центра, руководство корпорации, власти Свердловской области. Сделавший из провинциальной верхней салды мировой титановый бренд, Владислав Валентинович снискал искреннюю любовь и уважение всех жителей города, говорится в сообщении ВСМПО «Ависмы». Свердловский губернатор Евгений Кувашев назвал господина Тетюхина признанным мэтром титановой отрасли, созидательным человеком, который каждый день стремился менять мир к лучшему, а его смерть – огромной, невосполнимой потерей. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что Владислав Тетюхин заслужил народное уважение и признание горожан, построив на собственные средства в Нижнем Тагиле крупный медицинский центр, где прошли обследования и лечения уже десятки тысяч людей. Губернатор Свердловской области в 1995-2009 годах Эдуард Россель отметил, что об этом человеке можно говорить только в превосходной степени. Он был богатый человек. Однажды он сказал, «Я не вечный, когда-нибудь я уйду, и я хочу вложить во что-то полезное свои деньги». И все свои сбережения вложил в создание больницы. «Я не знаю ни одного человека, который сделал бы так же», подчеркнул господин Россель. «Деятельный, скромный, отзывчивый». Владислав Тетюхин до последнего жил работой, боролся с бюрократами за свой госпиталь. За свое детище, на которое он потратил миллиарды, отметил депутат Госдумы Андрей Альшевских. Евгений Зайнулин, Анастасия Кокшарова, Анна Лапина, Екатеринбург.